Накануне в Ханты-Мантийске открылась фотовыставка работ президента кинофестиваля «Дух огня» Сергея Соловьева. Напомню, выдающийся кинорежиссер скончался в конце прошлого года. Организаторы решили почтить память идейного вдохновителя кинофестиваля выставкой фотографий. Эту творческую грань Сергея Соловьева знали только близкие. Экспозицию назвали «Жизнь со скоростью 1 сотая секунды». Каждый раздел выставки сопровождают слова Сергея Александровича. Например, про автопортреты режиссер высказался так. «Меня раздражают собственные фотографические изображения. Причина тому равнодушие или незаинтересованность снимающих. Поэтому в качестве сомнительного противоядия я решил прибегнуть к жанру автопортрета». Конец цитаты. Добавлю, в выставку работ Сергея Соловьева открыла его дочь Анна Друбич. Отец всю жизнь очень серьезно, даже нельзя сказать, увлекался, он занимался фотографией. Это, мне кажется, его интересовало ничуть не меньше, чем само кино. Всю жизнь он был, я сколько себя помню, в руках с фотоаппаратом. Это какая-то часть его работы, конечно, не вся. У него огромная коллекция фотографий. Это не просто какие-то фотографии. Это просто фотографии в виде картин или картины в виде фотографий, как хотите. Да, просто они, собственно, вот сущность художника выражают. Югорские парламентарии соберутся впервые в этом году. Сегодня состоится шестое заседание окружной думы седьмого созыва. В повестке 25 вопросов. Ключевым станет отчет председателя думы Бориса Грекова о работе парламентария в прошлом году. Кроме того, думцы обсудят план на текущий год. Рассмотрят ряд вопросов финансовой направленности. В плане также пункты, которые касаются опеки и попечительства. Мы рассмотрим вопросы о внесении изменений в наказы избирателей. Будут внесены поправки в законы о туризме, о образовании. И также будет рассмотрен ряд информаций. Информация о работе счетной палаты, информация о работе прокуратуры за прошлый год, информация о работе управления внутренних дел автономного округа за прошлый год. Поэтому вот такой достаточно большой аспект работы, который мы проведем сегодня. У жителей Ситомина появилась возможность регулярно заниматься спортом. В селе построили первый спортзал и крытый ледовый каток. Раньше жители могли заниматься только в местной школе, куда пускали не всех. Сейчас же пропускная возможность спортобъектов составит более 50 человек в час. Ситоминцы могут играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол и заниматься на тренажерах. Летом лед на катке будут заменять на специальное покрытие, которое позволит проводить активные игры. Добавлю, что следующие спортивные сооружения в Сургутском районе появятся в Лямино и Русскинской. Каток был нужен, потому что раньше пытались на речке, и она не очень была ровная поверхность, и падали постоянно. А спорткомплекс, думаю, тоже нужен, потому что в школе было мало места, и там тренажеры были не такие большие. И там было мало. Заветная мечта Ситоминца сбылась. Не было ни одного спортивного объекта, кроме школы. Школу не всех пускают. Сразу два спортивных объекта. Югорские биатлонисты выступят на ближайших этапах Кубка мира и IBU. Союз биатлонистов России опубликовал списки спортсменов, которые продолжат борьбу за медали в составе национальной команды на международных стартах. Так, на Кубок мира, который пройдет в финской Кантиолахте с 3 по 6 марта, поедет Кристина Резцова. Там спортсменкам предстоит пробежать эстафету, спринт и гонку преследования. На Кубок IBU, который пройдет в швейцарском Ленцерхайде, поедут Екатерина Носкова, Алина Кудисова и Михаил Бурундуков. Их ожидают спринт, суперспринт и масс-старт. Никита Поршнев пропускает международные старты из-за ковида.